Привет, друзья! В этом небольшом видео я хочу рассказать вам о том, как проверить файл на вирусы онлайн. Значит, для этого существует сервис VirusTotal, который позволяет проверять файлы на вашем компьютере, также сайты можно проверять и всевозможные файлы, которые вы хотите закачать из интернета. Допустим, в условии может быть масса, конечно, либо у вас с антивирусником что-то, либо его вообще нет. Либо же вы просто хотите проверить какой-то сайт, на который не хотите заходить, не уверены, стоит ли заходить. Ну, в общем, всевозможные причины могут быть. Значит, как его найти? Давайте я вам покажу, чтобы либо же введите вот этот адрес, который вы видите сейчас на экране, либо же просто введите в поиски, можно даже русскими буквами VirusTotal. VirusTotal ввели, Enter нажали, и вот он идет первым в поиске Гугла. Мы можем проверить, в принципе, и на Яндексе. VirusTotal, нажимаем Enter. Да, здесь он также и на Яндексе тоже идет первым. Этот сервис. Значит, заходим на этот сервис, и здесь у нас появляется вот такое несложное меню, скажем так. Здесь, видите, для того, чтобы проверить файл, у нас здесь закладка файл, и также URL. URL это для сайтов. Значит, мы проверим файл сейчас. Нажимаем здесь, выбрать файл. Открывается окно выбора файла на нашем компьютере. Выбираете нужный вам файл. Ну, я любой. Давайте выберу какой-нибудь. Пусть будет zip-архив. И здесь, вот он стоит выбранный. И здесь нажимаю проверить. Сейчас проводится анализ нашего файла. И о результатах нам сейчас будет выведен отчет. И вот, собственно, и результат. Стоят зеленые галочки. Это значит, все хорошо. Здесь, видите, стоят список антивирусных программ. То есть, сервис заявляет о том, что он проверяет разными программами. Всевозможными программами антивирусными. Ну, будем надеяться, что это правда. И смотрим. Видите, здесь AVG антивирусник. Avira, Avast. Здесь всевозможный список доктор веб. Всевозможный список антивирусных программ. И все стоят зеленые галочки. Это значит, хорошо. Если бы стояло красный результат, значит, там есть какой-то вирус, что-то подозрительное. Возможно, не на всех, а на определенных, на некоторых. Какой-то определенный антивирусник что-то заметил нехорошее в этом файле. Теперь давайте вернемся на главную и проверим какой-нибудь сайт. Выберем. Вот, допустим, видите. А вот, смотрите, у меня Note32 сейчас сразу заблокировал какой-то бесплатные программы. Давайте найдем, где это бесплатные программы, где он их увидел. Ага, вот он. Вот этот сайт мой Note32 считает подозрительным. Значит, что нам нужно сделать, чтобы проверить его в сервисе VirusTotal? Мы просто либо же здесь копируем вот этот адрес, Ctrl-C копируем, либо здесь копируем ссылку. Правой кнопкой мыши копировать адрес ссылки, если вы в хроме. Ну, либо в другом браузере также можете сделать, скопировать адрес ссылки. Возвращаемся на VirusTotal. И здесь выбираем уже не файл с компьютера, а URL. Сюда вводим Ctrl-V. Вставляю ссылку. Так, эта ссылка, возможно, не подойдет нам. Это я скопировал адрес ссылки. Да, это Google.com мне скопировал поисковую строку, поэтому так делать не надо. Здесь я немножко ошибся, значит, мы делаем вот так. Мы выделяем вот этот адрес, бесплатныепрограммы.ru, копируем эту ссылку и сюда ее вставляем. И здесь нажимаем проверить. Ссылка уже проверялась. Здесь можно посмотреть последний анализ, но мы нажмем повторить анализ. Так, вот, посмотрите на результаты. В данном случае показывается нам, что сайт чистый. Все антивирусники CleanSide, чистый сайт показывают. Но здесь вот, посмотрите, здесь есть такой рейтинг своего рода. И здесь, смотрите, стоит, здесь можно проголосовать за то, что этот сайт вреден или за то, что безвреден. Здесь стоит один голос за то, что кто-то его проверял и обозначил, что он вреден. Поэтому здесь вы можете, конечно, думать. Ну, четыре голоса против того, что он безвреден. Давайте ради интереса все-таки зайдем на этот злополучный сайт. Да, видите, здесь вот Note32 мне аж кричит, что сюда заходить нельзя. Поэтому выбор, конечно, за вами. Также вы можете проверить. Ну, сейчас у меня, для примера, нет таких сайтов. Но, допустим, зайдем на какой-нибудь сайт. Поищем ссылку для скачивания. Вот, в данном случае на торрент. И здесь вот есть торрент стабильный для Windows. И вот ссылка «Загрузить сейчас». Вот, значит, вы нашли какой-то файл, который хотите скачать в интернете. И здесь одно условие. Вы имейте в виду то, что не всегда «Загрузить сейчас» ведет сразу на закачку файла. То есть он может перекинуть вас на другую страницу, где еще что-то нужно будет нажать. Это имейте в виду. Сначала проверьте. Вот я нажимаю «Загрузить сейчас». Пойдет ли закачка. Да, вот она пошла. То есть мне предлагается, куда этот файл сохранять. Я отменяю ее. Значит, в принципе, эта кнопка ведет на загрузку файла. Значит, нам нужно сделать вот что. Мы правой кнопкой мыши кликаем. Копируем адрес ссылки. И здесь, опять же, выбираем URL. И здесь ее вставляем. Длинная ссылка получается. Здесь нажимаем «Проверить». То есть, стоит ли нам закачивать этот файл. Также можно проверить в этом сервисе. Он уже, опять же, проверялся. Мы еще раз жмем «Проверить анализ». Точнее, «Провести анализ». Ну и здесь нам пишут, что… Да, здесь, видите, нам вывел результат, что сайт чист. То есть, он проверил страницу. Не совсем файл, а страницу. Так как, если бы был файл, здесь бы появилась еще ссылка. Посмотрите детали файла. Так, значит, вот я зашел еще на один сайт. Здесь, насколько я помню, можно скачать по той ссылке, которая нам подойдет. Антивирусник мой здесь тоже кричит, что нехороший сайт. Так, сейчас… Да, вот, значит, вот здесь источник 2. А пока файл. То есть, вот здесь идет прямая ссылка на закачку. Копируем, опять же, правой кнопкой мыши по кнопке «Скачать». Копировать адрес ссылки. И сейчас попробуем еще раз проверить. Я все-таки хочу показать вам результат, который подходит именно к файлу из интернета. Проверить нажимаем. Мой антивирусник продолжает кричать мне, что там вирусы. Да, вот то, что нам нужно. Вот мы проверили. Значит, вот я зашел на сайт, где можно скачать программу. Вот нашел ссылку на прямую закачку. То есть, я ее нажимаю и начинается предлагать мне, куда сохранить файл. Начинается закачка. Вот я правой кнопкой мыши скопировал его. Сюда ввел. И вот проверка этого файла. Видите, здесь доктору Вебу что-то не нравится. Красным. Дальше вот этому антивирусной программе этой тоже что-то не нравится. Вниз, если пройдемся, здесь все чисто. Но вот этим двум и доктору Вебу тоже что-то в этом файле не нравится. Ну, в принципе, доктору Вебу я обычно доверяю, конечно. Но здесь решать, конечно, вам. Закачивать этот файл или нет. И вот то, о чем я вам говорил. Вот проверка файла. Перейти к анализу загруженного файла. И вот здесь мы смотрим. Нажимаем вот эту кнопку к анализу загруженного файла. И здесь смотрим результаты. Ну, а результаты здесь, в принципе, неплохие. Видите, мы зашли в более... Значит, здесь нам показало, что на этом сайте есть что-то нехорошее. Вот эти антивирусные программы. А анализ загруженного файла. Вот мы в него перешли. Здесь все стоит в зеленые галочки. То есть, в принципе, здесь все нормально. То есть, по идее, этот файл можно закачивать к себе. Вот таким образом мы проверили файл. Также можно проверять файлы и ссылки сайтов с помощью доктора веба. Вот я ввел в поиске доктор веб проверка файла. И здесь есть онлайн сканеры. Давайте проверим сейчас ссылку сайта. Допустим, я проверю свой сайт. Блог всему научим.ру. Я его копирую. И сюда вставляю эту ссылку. Вставляю и нажимаю проверить. Сейчас проверяется файл. Вирусов нет. Сайта нет в базе вредоносных сайтов. Сайт не направляет на другой сайт. Что означает, что с сайтом моим все в порядке. Везде ОК стоит. Чему я, соответственно, неслыханно рад. Теперь давайте зайдем вот сюда. Доктор веб онлайн чек. Чек, по-моему, если я правильно читаю. И здесь мы можем проверить. Так, начинается. Видите? Здесь я могу проверить файлы. Я выбираю выбрать файл. Выбираю на компьютере любой файл. Допустим, картинку. И здесь нажимаю проверить. И вот результат проверки. Вирусов не обнаружено. Размер файла. Все возможные его данные. Закрываем это окно. Значит, если вы будете вводить у себя в браузере, то вот он, вверху вы видите адрес проверки файла доктором вебом. Также, если мы сейчас вернемся. Онлайн сканеры доктор веб. Я сейчас зайду на эту страницу. То есть, здесь можно проверить ссылки доктором вебом. Сюда вставляете ссылку, нажимаете проверить. Вот он адрес проверки ссылок. Ну, либо же с помощью поиска. Вот, в общем, и все, что я хотел вам рассказать. Вот такие вот полезные сервисы есть. Также, я дам ссылку на видео, в котором я рассказал о доктор вебе. Курент, по-моему, называется так. То есть, там дается такой файл, который вы скачиваете к себе на компьютер. Своего рода бесплатная антивирусная программа. И проверяйте весь свой компьютер на вирусы. Об этом уже есть видео на канале. Вы можете посмотреть его. Ссылка сейчас у вас появится на экране. Кликните на нее и сможете посмотреть то видео, в котором я об этом рассказывал. Ну, а на этом я буду заканчивать. Пользуйтесь этими сервисами. Онлайн сканерами доктора веба. Также VirusTotal. Сервис для проверки файлов и ссылок из сайтов. Пользуйтесь. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки, если это видео было вам полезным. Желаю вам успехов. До свидания.